Всем привет! Я решил делать короткие выпуски раз в месяц с подборкой альбомов и синглов, которые мне за этот месяц приглянулись. Как говорится, у вас мало времени, мы это все ценим, любим, в общем, давайте пойдем послушаем музыку. Британцы Nothing But Thieves наконец-то выпустили свой третий альбом. Группа не суперзвездная, но уже успела дать тур по России, что обычно значит, что либо группа умирает и нужна только в России, как это было, например, с Limbitzkit, Korn и Scorpions, либо что они какие-то очень сильно прогрессивные и хорошего мнения о России. В общем, вы можете их знать по песням Trip Switch, Амстердам, Moral Panic уже третий альбом британцев. И когда на Park Life летом 2019 года они говорили, что уже скоро выпустят новое, я думал, что это скоро произойдет, ну, хотя бы в том же году, а не осенью 2020 года. Хотя между первым и вторым альбомом разница была в два года. Синты и клавиши в стиле групп 80-х, перегруженные гитары в стиле Queen's of the Stone Age, уже узнаваемый почерк ударника и чередование прямой ударки со странными, но прикольными, надо заметить, вставками с измененным ритмом, как это было в песне Live Like Animals с предыдущего альбома. Все это здесь есть. Но из 11 треков мне понравился только из Everybody Going Crazy и Can You Afford To Be An Individual. Предыдущие два продавались примерно одинаково, но у второго чуть лучше были позиции в чартах, так что интересно, как высоко поднимется новый третий альбом. Готов поспорить, что в конце года я сделаю видео с музыкальными итогами года, и этот альбом будет разочарованием года. Обидно на самом деле. The Jaded Hearts Club Супергруппа, собранная, и сейчас внимание будет очень много ставок. Из вокалиста Джет Ника Цестера Frontman Amuse Matthew Bellamy в качестве басиста Вокалиста The Last Shadow Puppets Майлза Кейна Барабанщика The Zutons Шона Пэйна Гитариста Блёр Грэма Коксона И их общего друга Джейми Дэвиса в качестве еще одного гитариста. И да, последний чувак это единственный человек без группы. Но все дело в том, что это его группа и есть. Джейми Дэвис собрал эту группу по фану в 2017 году, чтобы сыграть на свой день рождения пару песен Битлз. И на тот момент группа называлась Sergent's Peppers Jaded Hearts Club Band. Почти как в названии альбома Битлз, но только тогда сердца были одинокие, а сейчас уже все, уставшие. Альбом полностью состоит из каверов песен 60-х годов. Пару песен поет Беллами. Остальное примерно пополам поделили между собой Цестер и Кейн. Бримми Дэхорайзен. То они выпускают альбом раз в 4 года, то вот третий альбом за 2 года. Короче, 2 альбома в 2019 году, и в этом еще один. А до этого только в 2015 году. Если верить их YouTube-каналу, то новый альбом называется Post-Human Suvar Horror, и записывали они его во время самоизоляции. Вообще круто, когда группы делятся тем, как они записывают альбом, с кем они связываются, с кем созваниваются, кто его продюсирует. И, например, из такого видео, ссылка где-то вот тут появится, я узнал, что Бримми Дэхорайзен хотели больше заколабиться с другими музыкантами, и поэтому там на 5 из 9 треков фиты с кем-нибудь. А еще они для работы над Parasite Eve позвали Мика Гордона, того чувака, который продюсировал музыку для Нового Дума. А еще интересная штука, никогда не знаешь, что найдешь, если посмотришь в кредитце песни. Так вот, если вы помните хор в начале Parasite Eve, то это народная болгарская песня «Эрген Деда». Я извиняюсь, если меня смотрят болгары, я не знаю, как по-болгарски. «Эрген Деда» в аранжировке Петера Леондиева, болгарского композитора. Но так как альбом выходит 30 октября, а сегодня... А сегодня 28-е, то альбом я не послушал. Поэтому я еще не знаю, понравятся ли мне песни с вокалистом The Cure, с Эмилии из Evanescence, с Baby Metal и все остальные песни. Поэтому напишите в комментариях, если вы его уже послушали, и давайте похолеварим. Пока я монтировал этот видеоролик, альбом «Премьет Дэхорайзм» уже вышел, а вот трека с Робертом Смитом на нем не оказалось. Это либо я ошибся, либо он там должен был быть, потому что за несколько дней до этого на сайте Genius опубликовали трек-лист всего альбома, и мне кажется, что я на нем видел Роберта Смита, но, возможно, я перепутал с новым альбомом «Гориллаз». Группа Foreign Air записала альбом. Это инди-группа из Штатов. Это всего два чувака. Они четыре года выпускали синглы, и они до сих пор остались инди и выпустили альбом на инди-лейбле. В общем, если вам нравится Imagine Dragons или Joy Wave, или что-то такое, микс, знаете, электроники с роком, то Foreign Air вам понравится. Да, и, возможно, у вас возникнет вопрос, когда вы увидите, как долго длится этот альбом. Это практически час. Все-таки чуваки четыре года его делали, и там вообще все понамешано. Но в целом прикольно. Можно послушать на фоне. И последнее. «Миссио». Американский дуэт, который тоже выступал в прошлом году в Москве и тоже с третьим альбомом, как Nothing But Thieves. И тоже, как Breamy The Horizon были в саундтреке Death Stranding. Если вы знаете эту группу, то, скорее всего, знаете их по песне Twisted. Или по песне Bottom of the Deep Blue Sea. Можно, наверное, сказать, что это уже четвертый альбом, потому что в этом году они записали саундтрек к своему собственному документальному фильму, который называется Love Me Whole, про то, как они пишут музыку, и там полторы песни. В общем, ну, музыка такая, чисто человая. Ну, там реально полторы песни, а все остальное это просто какая-то фоновая музла. Это просто песни «Миссио». Если они вам нравятся, то вы еще пару песен добавите, а если вы не фанаты, то там ничего, в общем, прорывного нет. Но так как я слушаю их с первого альбома и мне несколько песен нравится, то несколько песен мне понравилось с этого альбома. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, пишите в комментариях, про какие группы еще хотели бы послушать, пишите, какие песни или альбомы, или еще группы появились за этот месяц, что вышло, про что бы вы хотели послушать, про что бы хотели мне сказать. Меня зовут Рома, это канал Рукабай про истории рок-групп. Всем всего хорошего, пока. Как говорят, у вас мало времени, там, в общем, морал... Хотя, между первым из вокалиста Джек... Джек! Неплохо, да? Называется Post-Human Survival Horror... Опять, наверное, это все-все-все-то какое-то неправильное. Меня зовут Рома. Меня зовут Рома. Всем всего хорошего, пока.